Здравствуйте! Я Леонид Левицкая-Пахомова. Это механизм действия. Главное событие этой недели – День Победы, конечно же. Спустя три года мы смогли встретиться на мемориале. Два года у нас отняла пандемия, теперь вот запреты. Но они не остановили желающих почтить память героев Великой Отечественной войны. Официальные цифры в 37 тысяч участников по всей стране праздничных мероприятий вызывают улыбку. Мы там были, видели это море людей, смелых людей. Давайте будем честны. Все ожидали провокации в этот день. Но пара мелких инцидентов не в счет. В целом все прошло спокойно. Это радует, но не успокаивает. У меня ощущение затишья перед бурей. Посмотрим, что будет дальше. А пока обсудим события уходящей недели в новом выпуске «Механизма действия». Начинаем. Девятое мая. День Победы. Как это было? Большое интервью с Валерием Демидецким. Его история о той победе. Энергетические переменные. Новый поставщик электроэнергии и ограничение поставок газа через Украину пока без ущерба для Молдовы. Цены и тарифы растут. Лидер недели – подсолнечное масло. Плюс 25% к цене. Плюс 25% за неделю подсолнечное масло стало лидером повышения цен. Теперь 50 леев за литр. Скачок такой резкий, что, видимо, комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве предложат включить растительное масло в список социально значимых товаров. Таким образом, торговая надбавка будет ограничена 20%. Рост тем более удивительен, что цена на исходный материал подсолнечник снизилась с 18 до 12 леев. Депутаты, нынешние бывшие, говорят о борьбе за рынок и демпинге цен за счет украинского сырья. Думаю, эта история получит продолжение, и мы о ней обязательно еще поговорим в этой программе. Ну а пока обзор событий уходящей недели в стране. Украина ограничивает транспортировку российского природного газа через свою территорию. Газпром получил официальное уведомление от оператора газотранспортной системы Украины о том, что с 11 мая украинская сторона прекращает принимать газ для транзита через украинскую газоизмерительную станцию «Сохрановка». Представители Украины ссалаются на форс-мажорные обстоятельства, а именно военные действия. Оператор газотранспортной системы Украины предлагает перенести все объемы транзита на газоизмерительную станцию «Суджан». Одновременно поступило уведомление от «Нафтогаза» Украины о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на газоизмерительную станцию «Сохрановка», соответственно, будут уменьшены объемы на точках выхода из газотранспортной системы Украины. В связи с этим «Газпром» заявил, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. Не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Украинские специалисты все это время спокойно работали на газоизмерительной станции «Сохрановка» и на «Вапсков». И продолжают это делать. Транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких тариканий от контрагентов не было и нет, утверждают в «Газпроме». Перенос объемов газа на «Суджу», исходя из российской потоковой системы, технологически невозможен. «Газпром» перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением. Услуги по транзиту полностью оплачены. «Молдова» продолжит получать российский природный газ в полном объеме, несмотря на приостановку деятельности украинской газоизмерительной станции «Сохрановка». Поставки газа в нашу республику осуществляются через две газоизмерительные станции. «Суджа» – две трети объема и «Сохрановка» – одна треть объема. Объемов для «Молдовы» на данный момент достаточно, сообщают в акционерном обществе «Молдова.Газ». «Энергоком» будет закупать 30% электроэнергии для «Молдовы» в «Укргидроэнерго». Об этом сообщило агентство публичной собственности. Тендер не проводился. Закупочная стоимость неизвестна, так как является коммерческой тайной. В конце апреля акционерное общество «Энергоком» заключало договор с «Молдавской ГРЭС» по цене 59,5 долларов за мегаватт-час, что обеспечивает 70% потребности «Молдовы» в электроэнергии на май. В компании также подчеркнули, что, согласно предварительным данным, средняя стоимость электроэнергии для конечных потребителей не изменится. В то же время «Наре» намерено проанализировать среднюю закупочную цену, чтобы определить, потребуется ли корректировка тарифов. Напомню, в конце апреля правительство «Молдовы» сообщило, что на протяжении мая акционерное общество «Энергоком» будет заключать договор на закупку электроэнергии на основе прямых переговоров, а ранее инициированная процедура закупки будет отменена. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот период поставщики универсальной услуги, гарантирующей поставщики и системные операторы, будут осуществлять закупку необходимой конечным потребителям энергии на основании двусторонних договоров, заключенных с акционерным обществом «Энергоком». О случае внесения изменений будут заключены дополнительные соглашения в течение двух рабочих дней. В случае повышения цен на электроэнергию, закупаемую поставщиками на оптовом рынке, «Наре» проанализирует необходимость корректировки тарифов на основании запроса. Средние потребительские цены в апреле 2022 года выросли в республике на 27,07% по сравнению с апрелем 2021 года. Об этом сообщило Национальное бюро статистики. Цены на продовольственные товары за последние 12 месяцев выросли на 30,17%, на непродовольственные товары – на 19,13%, а на услуги населению – на 34,4%. Значительно подорожали овощи, фрукты, мясо и масло. Также в стране дорожают книги, топливо, стройматериалы, тарифы на коммунальные услуги, проезд в междугороднем транспорте. Как отмечают в бюро, на инфляцию в Молдове значительно повлиял рост цен на международном рынке и в соседних странах. На рост инфляции также влияют восстановление внутреннего спроса, повышение акцизов, небольшое обесценивание леи и другие факторы. США пока не видят свидетельств того, что Россия намерена вторгнуться в Молдову и внимательно следят за ситуацией. Это заявил посол страны в Молдове Кент Дойл Локстон. Также Локстон отметил, что посольство США в Молдове полностью укомплектовано и работает в обычном режиме. Посол отметил работу американских компаний, благотворительных организаций в Молдове и возможности для углубнения отношений между гражданами обеих стран. Кроме того, Локстон повторил, что США не видят доказательств того, что Россия намерена распространить войну и на Молдову. При этом дипломат пообещал продолжать предоставлять своей временную и точную информацию о ситуации в области безопасности. Ранее глава национальной разведки США Аврил Хейнс во время выступления в Сенате сообщила, что президент России хочет захватить Донецкую и Луганскую области, контролировать Херсон и, возможно, продлить сухопутный путь через южные области Украины до Приднестровья. Неделя подходит к концу. Событий было много, да и, в принципе, предыдущие месяцы много. Что за это время произошло? Есть что обсудить с Валерием Демидецким, моим коллегой, журналистом. Здравствуйте, Валер. Добрый день. Девятый майя, где ты провел? На марше. Так. На бессмертном полку. У нас по-разному его называют. Одни говорят «марш победы», другие «бессмертный полк». Но, по сути, это бессмертный полк. Люди выходят помянуть своих близких, погибших в этой войне. И, конечно, мы дорожим этим людьми. Практически в каждом, наверное, на каждом доме есть портреты их. Так же и наш дедушка, он совершенно не мечтал свои 19 лет воевать. Но судьба распродилась таким образом, что в 1944 году он оказался под Варшавой, потом штурмовал Кенисберг, Вислу переправлялся через Вислу. И недавно мы нашли проказы министра обороны его награждения. Он же умер, а я сейчас нашел эти приказы. Он этого не рассказывал, но там жутко... Там же есть описание боев. Да, там есть описание, за что он был награжден. Когда они переправились через Вислу, погибли все, и он остался один у расчета пулемета. Разбила пулемет, он об этом рассказывал, что у него была покалечена рука. Разбила пулемет, и он отстрелился до последнего патрона и отбил 4 атаки, 1. За это ему дали самую почетную медаль в те времена за отвагу. Ее давали именно за подвиги. Потом были ордена Красной Звезды за Кенигсберг. Ну, это тоже... Да, да, да. И как бы он не особо любил вспоминать. Единственное, что он страшно любил этот праздник, 9 мая, я помню. Их всех собирали по тем советским временам. Они шли с этими как бы красными перевязями, да, их чествовали в этот день. Ему это нравилось, и он утром просил всегда мою жену, дочь свою, нагладить ему рубашку. А мне говорил, иди, повесь мне правильно ордена, потому что я как-то ему говорил, что вот эти ордена сверху, эти снизу и так далее. Он страшно гордился, когда я ему сделал в Кишиневе, здесь в мастерске делали красивые такие колодки, знаешь, орденские. Ну, что он как бы каждый день эту колодку надевал, знаешь, иногда там, когда шел по каким-то своим делам, и эта колодка ему очень нравилась. Он меня так благодарил, и он говорит, иди, повесь мне ордена. И он шел, потом возвращался, мы сидели, было за столе, естественно, он смотрел хронику и иногда плакал. Вспоминал, потому что под Кенисбергом практически погибли все его друзья, которые призывались с ним вот из этого маленького городка Абричан, и они все там полегли. Он выжил чудом просто. Он в болоте отсидел где-то 2 или 3 суток, да, чтобы как бы выжить. Была контратака. И еще вспоминал, он освобождал танцлагеря. Это ужас, он плакал. Он говорил, как можно было. Я себе представляю, мальчишки, парнишки из Бричан, ну, в голову не пришло бы, ты знаешь, просто людей сжигать, детей, людей сжигать в печах, да. А он вот ему удивлялся, как так можно было. Он говорит, у них была такая цивилизация, у них там, вот я впервые увидел там газовую плиту, да, вот я увидел там многие вещи впервые. Он еще провел полтора года в Германии в этих вот, познакомился с немцами, у него были там такие, как бы дружеские отношения с немецкими семьями. И там много тоже немцев погибло, он там даже и на танцы водил Гертруду. Теща очень не любила эти воспоминания. Как он водил на танцы Гертруду, Гертруда ему дала такую кожаную куртку красивую, да, да, вот, и чтобы он там с ней сходил на танцы. Да, Гертруда была щедра, да. Я подробностей всех не знал, я думаю, что он посвящал нас, но теща не любила воспоминания о Гертруде. Да, поэтому вот такая история, да, и, конечно, мы деда очень любили, и когда... Это твой тесть, правильно? Это мой тесть, да. И перед смертью... Ну, я понимаю, что вообще у тебя семья супруги – это прям вот твоя-твоя семья, в которой ты... Да, 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 так получилось, да, так получилось, что как бы мы... Прекрасные отношения, что ты... Да, прекрасные были отношения и с тестем, и с тещей. Тесть вообще был золотой человек, он мне слово перёк никогда не сказал, наоборот. Все золотые... Обожал страшно моего сына, да, бежал там ночью, когда мы ехали из Кишинева, он его встречал на руках, бежал, нёс и так далее. И, знаешь, вот такие воспоминания очень хорошие остались о нём, да, и, конечно, это святое. В нашей семье это святое, да, вот помянуть его. Ты там раньше ходил? Или я, например, не ходила и в этом году тоже пошла, но сама? Ты знаешь, нас как-то вот тоже вот надо, сказать, отдать должное, что по-разному называют. Гвардейская лента, Георгиевская лента, конечно, она зародилась как Георгиевская лента, ещё времена Екатерины. Самое интересное, что одним из первых, кто получил этот орден, Святого Георгия, был Панин, который взял штурмом нашу крепость в Бендерах, да, понимаете? Так что мы тоже как-то связаны с этим символом. Потом её называли гвардейской, да, во времена Великой Отечественной войны. Ещё называли лентой славы тоже. Лентой славы, да. У нас были, вот когда я служил на флоте, да, у нас был гвардейский экипаж. К-56, вот, атомная подводная лодка, она была гвардейской, да. И вот они все носили такие вот, как бы, гвардейские ленты на бескозырках, как бы, это их выделяло. Ну, и ещё был у них шикарный значок. Это сейчас, получается, ты бы не смог носить. Звание гвардии, а знаешь, что вы? Ну, да, тут, видишь, есть такая сложность. Я наблюдал, наверное, кто-то президенту подсказал из советников, что это не очень хорошая идея запретить георгиевскую ленту, да. И она пошла встречаться с ветеранами, да. И самое интересное, что у ветеранов были эти ординации, медали, у тести моего тоже за Берлин была и за победу в Великой Отечественной войне. Две медали были с гвардейскими полосами, да, вот с этими, да. Конечно, во время кризиса на Украине, я это помню, в 2014 году, да, эти гвардейские ленты начали каким-то образом почему-то на Украине называть колорадами и так далее, и так далее. Это было, я считаю, тоже неразумно, потому что, простите меня, воевали не русские. Все воевали. Все воевали. И у многих украинцев... Украина внеслась на огромный вклад. Да, украинцы, да, огромный вклад, да. Конечно, много было и колорбационистов. Они везде были. Но на Украине в основном очень много было, особенно на Западной Украине. Мы это помним хорошо. Почему я помню хорошо? Потому что другой мой дедушка, Дмитрий, он в 1941 году в Бричанах спасал еврейские семьи. У него была швейная мастерская, и он дружил с евреями, потому что там были кредиты, машинка Зингер стоила как две или три коровы, да, и ткани у них брал и так далее. И когда они к нему пробежали ночью с тем, что вот спасти, потому что румынские жандармы их забирали, понятно, куда уводили, на убой, да, он их спрятал на чердаке. И потом дедушка мне уже рассказывал это, мне как бы, когда он маленький, говорит, вот ты мог не родиться, говорит, потому что если бы тогда нас поймали с этим, да, то твою маму пятилетнюю, да, убили бы, и ты бы не родился, да. Потому что вот он их прятал пару недель на чердаке, а потом за ними пришли какие-то люди их, да, и они их увели на Украину. Но дедушка так и не знает, как сложилась их судьба, потому что в Бричан они не вернулись. Я узнал об этой трагедии от подруги мамы, тети Сары Бакал. Она рассказывала, мама моя рассказывала. И потом вот брат этой тети Сары Бакал, он был кишиневским журналистом, в Вечернем Кишиневе работал, он написал книгу о Холокосте в Бричанах именно. В Бричанах был такой еврейский городок, да. Да, у нас много же еврейских городков там было. И вот после войны там практически евреев очень-очень мало осталось, их всех вырезали. И когда дедушка мне рассказывал, что еще участвовали в этом и крестьяне из окрестных деревень, да, которые выкупали там какого-то еврея, да, чтобы выдрать у него там или зубные протезы, или там забить его там, да и так далее. Потому что все знали, что они прятали, они уходили, когда в этот марш смерти, да, они где-то прятали с собой какие-то, ну, знаешь, как. Они прагматичные люди, чтобы откупиться или так далее. То есть это очень такая страшная и кровавая история наша. Вот она зацепила мою семью тоже в этом отношении. Так а в Бессмертном полку, постоянно когда не было нашей прекрасной пандемии двухлетней? Я участвовал. Я участвовал, потому что я участвовал, да, еще по той причине, что я считаю, очень хорошие идеи. Даже большие в отличие от Георгиевской ленты. Потому что Георгиевская лента, да, ее придумали как символ победы, это история. И все открытки, даже времена сталинские были с Георгиевской лентой. Да что, сталинские, я в 80-х, 70-х годов. Да, 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 они были с Георгиевской лентой и как бы просто ее не называли Георгиевская, потому что советская власть сделала такую глупость, она отменила те ордена, да. Ну, потом возвращала, да. Да, 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 а потом во времена Великой Отечественной войны Сталин и Александра Невского и икону возили вокруг Москвы на самолете. И обратился он к священникам, и священники поддержали, потому что все понимали, Отечественная война и православие, они связаны где-то. Но священники же были переговорщиками. Да, 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 и переговорщиками были, там все, все могло. Советская власть сделала это отступление, да, я считаю, что, в принципе, это одна из больших ошибок советской власти, борьба с религией. Но такое время было, знаешь, уже не вычерпишь. Да, ну вот и говоришь. По мне больше, конечно, вот эта идея бессмертного полка, который придумал, он уже умер, по-моему, этот человек, да, который придумал. Я не знаю, да. Нет, да, это идея, да. Нет, я знаю, что он умер, он эту идею придумал, это, я считаю, блестящая идея, потому что у каждого человека эти потомки будут помнить. Это семейная история. Ты же понимаешь, идет семья, и они рассказывают, прежде всего, это же, чтобы подготовить портрет, нужно понять, найти информацию, чем был награжден, когда награжден. В любом случае, рядом сидят дети, рядом сидят внуки, и все это обсуждают, все это дело. Понимаешь, вот когда перед смертью, да, тесть, он сказал, что вот мой сын Вениамин, он самый маленький внук. И вот все эти вот ордена, медали он отдал ему. Они у него хранятся дома в сейфе. Я думаю, что он отдаст их своему сыну, Дане, да. И Даня тоже наверняка когда-то пойдет с этим портретом, понимаешь? Это, ну, как бы, традиция неубиваемая. Я понимаю, почему в Европе так и некоторые политические силы нас это не любят. Очень не хочется признавать, да, что, в принципе, как бы, помнишь, в советское время советская пропаганда делала очень такое, знаешь, как бы, мы не признавали в том, что мы воевали с нефашистской Германией. На самом деле мы воевали не с фашистской Германией. Там совсем было. Да, да. Там миллионы, до третий миллиона Румыния выставила, в Венгрии, в Чехии. Это были соседи, это были Таркенусы. Да, да, даже шведы были, и поляки были, даже французы были, да, я уже не говорю про венгров, чехов, словаков и так далее, и так далее, итальянцев и так далее, которые были на фронте. И мы знаем эту историю, когда в Атутин в Брянске было негласное указание венгров в плен не брать, когда они увидели, что венгры творили на территории Брянской области. Они там вырезали мирное население, детей, женщин и так далее не жалели. И он сказал, все, в плен их не брать, накажем. А румын как-то вот по Сталинграду больше пожалели, вот как бы, хотя тоже был вопрос в нем, а как вы здесь, ребята, оказались, да. Но к румынам такого отношения жуткого не было, да. А вот мы всегда говорили, потому что эти страны оказались в соцлагере, и Сталин даже на подзамской конференции для многих из них выбил для Румынии статус не страны проигравшей, которая будет выплачивать репарации, а страны победителя. Да, как бы, и этим самым, да. Ну, это еще король Михаил, да, да, король Михаил. Но, кстати, я скажу тебе, что король Михаил как бы не критиковали, как бы его не называл Басеску, да, слугой русских. Он спас свою страну в тот момент. Он спас страну, он спас миллионы жизней, и орден Сталина, орден 16 орденами победы не разбрасывался. Их получали действительно, это была великая заслуга, потому что благодаря этому Балканы не были подвергнуты вот этому молоху, да, вот этой мясорубке войны, да. Да, война там быстро очень капитулировала Болгария, Румыния была выведена из войны. Понятно было, что гитлерская Германия проиграла эту войну, да. Ну, да, поэтому все, кстати, красно. Это было просто, Гитлер, как вампир, тянул за собой миллионы жизней этим последним сопротивлением. Это было понятно, вот. Поэтому я говорю, что вот мы как-то постыдно, у нас не любят этого признавать, да, вот. Да, я понимаю. Сейчас, тем более, у нас же сейчас Европейский Союз, у нас же сейчас немножко другие победители, нам пытаются объяснить, что другими были победители. Нам даже пытаются объяснить, что русские никакого отношения к победе не имели. То есть, что победу, на самом деле, заокеанские, товарищи, господа, одержали, вот здесь, на этой территории. Я понимаю, конечно, я согласен с тем, что победу одержали союзники. Все вместе, но... Но 78% вермахта было перемолото на Восточном фронте. Три года Советский Союз перемалывал педантично вермахт. Давай еще тоже скажем о том, что Российская Федерация выплачивала полэнд-лису. Ну, да. Долго-долго. Да, был долго. Мой отец был свидетелем, как в Одесский порт привозили все эти машины, виллисы, знаете, и пускали под штамп, и там люди плакали, потому что в народном хозяйстве в это время тратились, во-первых, на атомный проект, потому что нужно было догонять американцев. Все понимали, что это такое. Женщины на коровах пахали, а американцы потребовали выдать все эти машины обратно. Они установили в Одесский порту пресс, и вот эти машины все загоняли под пресс, шлепали в трюм и в качестве металлолома ввозили. Вот так было. Не было такой жалости сказать, что, знаете, отец одного из наших тасовцев, он был личным переводчиком у Сталина на переговорах с Гарриманом и с другими по ленд-лизу. Он тогда рассказывал эту историю, я читал его воспоминания, очень интересные воспоминания. Он впервые увидел Сталина вживьем, его Молотов вызвал и сказал, вы умеете, вы английский технический можете переводить, потому что там много было технических терминов. И он говорил, да, я знаю технический язык, ну вот будете переводить. И вдруг в комнату вошел Сталин. Я ужаснулся, это был 41-й год, самый тяжелый, ноябрь месяц, вошел худой человек, на котором этот китель висел как на вешалке, он был слегка небрит, у него были воспаленные глаза. И он мне задал несколько вопросов, вот опять же, как у Молотова спросил, вы умеете переводить далее? Потом я ему понравился, он остался вот все теперь. Он рассказывал, да, что все-таки эти переговоры носили неблаготворительный характер. Сколько было золота, платины, всего вывезено из Советского Союза, и там шел торг. И Сталин часто ругался, потому что он говорил, вы нам засовываете эти танки, да, вот которые у вас уже не идут. Харикейны, это дрянь наши, летчики их не любят, да. Ведь не было поставлено ни одного спидфайера. Американцы еще мустанки поставляли, спидфайера нет. Ну, в принципе, то же самое. То есть, в принципе, как бы там тоже бы западал. Не вопрос о снарядах, вопрос обслуживания, вопрос с ремонтом. Там все было прагматично. Да, и я понимаю, что Черчилль помогал ненавистной России только потому, что он понимал, рухнет Россия, и кают хлынет. Да, потому что Гитлер бы тогда получил сумасшедшие ресурсы, да, и фактически ему было бы очень сложно. Поэтому в конце войны это было понятно. Каждый шел, извините, в своих интересах. И в Советском Союзе в Ленинглебно знали, что все дивизии плененные в Германии были выведены, и вооружение было сложено, и на всякий случай их могли в любой момент вооружить. И такой план был, да. И тоже подозревали, что Советский Союз, вот есть такая вот, сейчас очень-очень много на Западе об этом пишут, а первый перебежчик, Суворов, как его называют, Резун, я его видел. В Варшаве, кстати, да. Да, он там выпил, и как-то нашему журналисту плакался, что он сейчас бы пошел бы воевать в Чечню и так далее. Ну, было такое дело. Ну, на самом деле он написал очень такую гнусную историю о том, что Советский Союз должен был напасть первым на Гитлера, чтобы несчастный Гитлер, там чуть не, понимаешь, как бы... Ну, во-первых, это было несоизмеримо. Ресурсы Европейского Союза, где лучшие были компании, большинство промышлений и так далее. И ресурсы разоренные в СССР, которые Сталин отдавал себе отчет, что Советский Союз был разорен после гражданской войны, после репрессий и так далее. И коллективизацию, и все придумывали не просто так, чтобы помучать людей. Все понимали, что, как он сказал на 17-м съезде, нужно пробежать этот отрезок пути, который странно проходит за полувека, за 10 лет. Потому что грядет новая война, и нужны ресурсы, нужна промышленность и так далее. Советский Союз не был готов к войне экономически. Не был. И начинать войну, когда ты не готов к экономически, это величайшая глупость. Вот. Они поэтому и тянули с пакта Молдова и Митропа, и совсем тянули, потому что хотели еще один год, два, три оттянуть войну. Не потому, что он верил Гитлеру, там, или обнимался с ним. Он понимал, что война неминуема. Давайте просто объясним, что до этого, до факта Риббентрофт-Молдова, был подписан вот такая кипа. Мюнхенские сговоры, да, и с Польшей, и со всеми были соглашения, да, да, да. И бедные румыны, которые приехали, которые надеялись на французов, и Сталин был в шоке, когда французскую армию за две недели размолотили, и Дюнкерк случился. Ему пришел докладывать Ворошилову, он говорит, как так? Все думали, что будет оппозиционная война, благодаря этому, кстати, мечте оппозиционной войны мы лишились и Южной Бессарабии, и Северной Буковины, Молдавии отняли, потому что железнодорогой нам нужно обслуживать, фронт и так далее, и так далее. Его не случилось, прошла новая вина, Блицкрик. Поэтому все это, конечно, в истории, я понимаю, почему в Европейском Союзе так тщательно хотят это все дело замять. Это прагматичная вещь, понимаешь? И даже если мы посмотрим по отношению к войне, к другим конфликтам современным, да, вот сегодня мы столько читаем и пишем о войне, о том, что случилось на Украине, да, но по большому счету я не могу сказать, что мы с тобой сторонники этого дела, да, потому что... Слушай, войну я много раз повторяю. Нормальный сумасшедший человек будет препятствовать, понимаешь? Никто не хочет, тем более он, тебя, дети, внуки, у меня, дети. Тем более, что мы очень тяжело переживаем эту историю, потому что и наверняка и у тебя, и у меня есть друзья и в Киеве, и в Москве, и в Киеве есть и родные, и близкие, и они сейчас разделены. В этом это трагедия, да, когда братья убивают друг друга. Но я всем нашим экспериментаторам предлагаю сделать маленький такой эксперимент. А вы представьте, что война идет не на Украине, а в Сирии, Ливии, Афганистане, Ираке, Югославии бывшей. Загибать пальцы до Вьетнама не будем, надо будет разуваться, да? И воюет не Россия с Украиной, а воюет, допустим, США, и одна из стран надо. И у сотен тысяч наших, так сказать, неплохо, появится оправдание, на душе полегчает, и будет сказано, почему это нужно было. Ну, примерно, как Мадлен Улбрайт когда-то сказала по поводу детей, погибших в Ираке от санкций, да? Да. Когда же сказали, так надо было, да, так надо было. И никто не кричал, не возмущался и так далее, понимаете? Поэтому вот здесь есть такая, вот этот момент есть, конечно, да, вот. Идет борьба, конкуренция. Конкуренция. Да, это даже не двойные, это тройные стандарты. Да, тройные стандарты, но эти тройные стандарты применяются для именно конкуренции. Большие страны хотят друг друга вытеснить, да? Ясно, что кто выиграл от того, что начались военные действия на Украине, да? Украина во всяком случае не выиграла, Россия тоже не выиграла, которая находится под мощным прессом и так далее. Не выиграл Европейский Союз, где бешено растут цены. Выиграли люди, которые стремились вытеснить русских с рынка России. Вот и все. А это мы знаем кто и зачем это надо было. А по поводу, если все-таки вернуться к нашему бессмертному полку, вот смотри, у нас все-таки чрезвычайно... Почему я не пошла маршем? Потому что я знаю, что действует чрезвычайное положение, и в принципе все подобные мероприятия по логике власть должна была бы прикрыть. Как думаешь, почему с бессмертным полком не случилось этого? Я думаю, здесь, знаешь, у меня где-то такое впечатление, есть еще ощущение, что власть пытается консолидировать свой... Электорат? Электорат. Господи. Да, да. Где же он его собирать-то будет? Ну точно на бессмертном полке сложно будет. Ты понимаешь, а власть понимает великолепно, что те, кто вышли на бессмертный полк, в любом случае за него не проголосуют. Уже нет. Уже все. Не то, что нет. Уже нет. Они точно... Ты знаешь, нет, но... Это сто процентов. Нет, это сто процентов не проголосуют. Заметь, в этом году пошло много людей, которые не ходили раньше. Да. Это был протестный такой марш. Да, да. Ясно, вот я говорил, я шутил, что моя жена даже сказала, я пойду. Вот мы отменили поездку на могилы, да, мы поехали раньше. То есть ты же все время перешли, а ты май не мог точно. Да, да, да. Мы поехали раньше на неделю по святому вот этому празднику, Паштили Блажинелла, да, у нас называется. И именно там вот как бы посетили могилы, повстречались с родственниками, обменялись, потому что там два дня. Два раза проводишь, на Паштили Блажинелла, на одном кладбище, и 9 мая на Старом кладбище, где лежат. Мы как бы все эти свои ритуалы выполнили, потому что родные не поймут, как так, не приехали на могилы родителей. Вот. А потом на 9 мая она говорит, я пойду, вот в первый раз я хочу пойти. И я вот пошел с ней. Я знал, что будет много народу, но я не думал, что будет столько много народу. Я увидел там очень много знакомых, друзей их даже. Ты эти 37 тысяч, про которые говорят по всей республике, веришь или... Верю. Я верю, что больше... Ну, мне кажется, что больше. Да, мне кажется, что 30 тысяч было... А не 37 по всей стране, скажем. Ты понимаешь, дело в том, что там не все шли. Честно говоря... Многие не пошли. Я уже не пожилой человек, но я, честно говоря, ноги чуть не отвалились. Потому что обратно мы уже шли и искали какое-то там кафе, чтобы посидеть, хоть немножко отдохнуть и выйти из этого. Потому что это не так уж просто, особенно для пожилых людей. В основном они сторонники этого. Многие вышли просто к дороге, махали. Много было молодежи. Много людей среднего... Молодежи очень много было. И я этому чрезвычайно рад, потому что это очень хорошо, если молодежь будет это помнить. Понимаешь, и будет понимать это, и помнить. Но что, к сожалению, ну не все же только в этом. Абсолютно. Да. Я понимаю молодежь, их любовь к этому делу, но не все в этом только. Даже в этом можно пропагандировать правильные ценности. То есть, вот по-твоему, все-таки не запретили из-за того, что не хотят ссориться с электоратом? Я думаю, что не запретили, потому что хотели показать и своему электорату, смотрите, да, вот какие они организованные и так далее. Ты помнишь, были попытки сделать какие-то дешевые провокации. Ну их было всего несколько. Ну да, да. Подошли тоже ко мне, тоже спросили, за мир ли я, пытались наклеить какую-то на рубашку. Вот я сказал, что знаете, говорю, я за мир, но обсуждать это буду не с вами. Да, не сердитесь, вот, и так далее. И было понятно, что многим это не нравится. Ну там, знаешь, как бы, я наблюдал таких штатных людей, они у нас всегда выходят на любые демонстрации. Их можно видеть на всех демонстрациях. Они такие шумные, крикливые, веселые. Вот без них жизнь была скучна. Ну их мало было. Их мало было. Я думаю, что, скорее всего, власть решила продемонстрировать, что вот смотрите, есть такая опасность. Я помню это прекрасно. То есть моя опасность? Да. Ты знаешь, самое интересное, вот я заметил, это был момент, когда, помнишь, когда-то еще во времена... У нас же правило Альянс уже. Какой Альянс? Да, да, первый Альянс. А, первый, да. И примером, по-моему, был Филат тогда еще. Вот. И еще не случилась история с миллиардами, еще никто не сидел в тюрьме. Ну это уже был не первый. Еще никто не в бегах не был, не в тюрьме, не так далее, и так далее, и так далее. И тогда российское посольство каким-то образом просило приехать концерту. Помнишь, Кобзона, Лещенко на центральной площади. Я помню, какое-то возмущение вызвало, что вот святое место, площадь Великого Собрания, и там поет Кобзон. Хотя я тебе скажу, что вот я тоже отношусь к этому, что вот когда-то был маленький... Простите, а то... Маленький был Кобзон, большой был Кобзон, но вот ты знаешь, вот когда я послушал концерт Кобзона впервые вживую, и ощутил такую энергетику, ты понимаешь, что вот когда он пел вот это вот... Ты помнишь, когда в школе на голодный желудок оставляли на хоровые эти занятия и пели, и Ленин такой молодой... Да, нас хорошо покормили. Я ненавидел эту песню, но когда я ее спел там Кобзон, ты знаешь, мне такое впечатление, что он так зарядил эту публику, что если бы он сказал бы сейчас, а ну пошли, они бы пошли, понимаешь? Вот действительно... Но он явлением был. Да-да-да, он явление, да. Плюс я о нем очень много знаю от своих друзей в Москве, о том, какой он был человек. Я знаю, что он огромный просто такой список помощи, кому помогал. Он мог откликаться на беду человека. У него были свои принципы, а он может кому-то нравится, не нравится. Но даже это же Улис Гордон, который как бы сейчас такой антироссийский, да, он признавал, что он дружил с Кобзоном, и когда он написал ему письмо, Кобзон ему лично ответил. Написал письмо Маленькому Гордону, да, вот, и у него был самый, он его ценил. Маленькому Гордону написал Большой Кобзон. Да-да, Большой Кобзон. И они потом встречались, и Кобзон ему спросил, он говорит, Дима, кто же тебя так, как бы, как он объяснился, говорит, зазомбировал. На что Дмитрий говорил, что я хотел ему доказать, что он зомбировал. Но у Кобзона были принципы, понимаешь? И он именичурался. Он пришел, когда убили его друга Атарика Вантришвили, да, и не стеснялся, не думал. Кто не знает, это был вор в законе. Да-да, но он был и большой там меценат из истории спорта и так далее, культуры и так далее. Он был одним из немногих, кто, когда сняли Лужкова, да, он заступился за него. И он продолжал дружить даже с опальными политиками, да, вот. То есть, это вызывало в нем уважение, да. Я когда-то одному из таких наших ребят рассказал про это, да, он сказал, а я не знал. Я думал, что он такой, знаешь, как бы... Ну, где-то там-то такой... Ну, да, это человек с большой буквы, и его поступки в жизни стоят большого уважения, да. Я вообще, честно говорю, тебя всегда преклонялся перед людьми, которые имели, как у нас говорят... Стержи. Держали, да, держали спину, да, и как бы не перебегали. У нас, к сожалению, это как бы принцип нашей политики, да, вот, менять убеждения. Смотришь, он вчера там Лохотнюка хвалил, позавчера Филата, сегодня уже... Сегодня сидит из трибуна парламента, рассказывает о том, как другие якобы бегали, а установил в партии каждый второй, можно сказать. Я в этой политической журналистике, назову ее придворной журналистике, уже, слава богу, сорок лет. Я до кого насмотрелся, понимаешь? Мы на этот корабль, на который собирали их по-многу лет. Да, 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 да. Я до кого насмотрелся, знаешь, таких принципов, что когда говорят о человечности этого человека, по поводу опасности, чем мы так опасны для власти? Я думаю, что просто вот власть действительно понимает, что рейтинг падает. Ты видишь, показатели, да, вот сегодня вызвали, власть вынуждена была вызвать на ковер главу Нацбанка. Оппозиция требовала добавить к нему премьер-министра, потому что не только Нацбанк отвечает, я считаю, за инфляцию. 27%... Еще и решение правительства, конечно, там отказались, но они решили упредить, сказали, давайте мы вызовем на Ацбанк, потому что у нас самая высокая инфляция, 27%. В воюющей Украине меньше. В России, которая получила санкции столько, сколько не получали все страны вместе взятые за всю историю мира. Там вообще хитро пообходили с этим оплатой газа. Да, да, да. Столько санкций получила и у нее, в два раза меньше инфляция, и у Украины в два раза меньше инфляции, а у нас вот такая инфляция, понимаешь? И дело-то не в том, что там, ребята, какой-то борщ, когда такие дела на кухне, война. Мы тратим по миллиону, слава богу, на беженцев в день там и так далее. Нам дают помощь, к нам стоит очередь приезжающих, уезжающих. Понимаешь, у нас действительно всякая власть обещает народу большие блага, а потом начинает отчитываться. К нам приехал этот, мы с ним выпили в Криково, и этот приехал с ним, выпили в Криково. Как будто, понимаешь, народу это легче, что приезжает опять куча чиновников, которые говорят какие-то общие слова. Слушай, а смысл от этих поездок? Нет, ну смысл от этих поездок есть. Нас как бы пытаются сказать, что мы не сами, нас поддерживают и так далее, и так далее. Хотя я убежден, что нашей стране никакое вторжение не грозит. Если только здесь не будет разыграна какая-то грязная провокация. Вот. Сто процентов. Знаешь, по поводу, кстати, провокации. О Приднестровье, наша с тобой любимая тема. События, которые происходили там, теракты, провокации. Многие осуждают Майю Санду по поводу, ну, как бы говорят, что абсолютно это вот не аргументировано. То, что якобы взрывы в маяке, правильно, да, называется. Это были какие-то некие внутренние разборки. Когда ко мне тоже обращаются, я прекрасно понимаю, что, конечно, это шты белыми нитками. Но с другой стороны, возможно, это был... Сейчас я сделаю страшное, я буду хвалить Майю Санду. Это была возможность показать Западу, что мы сами здесь разберемся. Мы придумаем некую историю для зарубежья, для того, чтобы не надо нам помогать. Ты знаешь, я... Ты как оценишь эту ситуацию? В этой ситуации я тоже с тобой согласен. Я высказался в поддержку. Потому что, знаешь, я не оцениваю людей, потому что какая у меня прическа. Да, они... Каких она взглядов придерживаются. Да, и так далее, и так далее. Мне важно, что человек делает. И меня всегда учили мои там учителя в журналистике, говорят, не надо называть людей, как у нас это принято, к сожалению, в нашей не самой лучшей части журналистики, давать эпитеты людям. Тот такой, тот сякой, тот плохой, тот неумный и так далее. Вы расскажите, что люди делают. Люди сами разберутся, они сделают это вот это, понимаешь? Это самый лучший способ доказать человеку, что человек плохой или хороший, это рассказать ему грамотно. Рассказать прямо я сам. Да, да, да. Так вот, в этом отношении я, конечно, считаю, что это мудрый шаг с ее стороны. Я представляю, под каким давлением она находится. Давление просто сумасшедшее. Мы сегодня такое узнаем, что, оказывается, для вступления в Европейский Союз нужно почему-то отказаться от газа от Газпрома. Да, 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 там же вот на этой неделе появился документ, который там подождает хорошей энергетикой. То есть нас выставляют в роли таких, знаешь, как бы вот в роли такого пушечного мяса. Да, вот, ребята, вот хотите, да, получить там какую-то очередную там, извини, бумажку, да, статус там, не будем забывать, что Турция с этим статусом уже 30 лет, понимаешь? То вы сделаете себе плохо. А почему мы должны делать себе плохо, да? Почему? Почему мы должны завысить сейчас цены на газ до сумасшедших, как бы, высот? Это ясно, что наша экономика не выдержит с этим, понимаешь? У нас еще плюс, еще за 30 лет независимо очень мало было сделано в переводе нашей энергетики, экономики на новые рельсы, более экономичные и так далее. У нас эти и ТЭЦ сохранились, и старые и так далее, и так далее. И если сейчас вот повысить цены на газ, мы просто вылетим в трубу, понимаешь? Это ясно. Смотри, вот даже с яблоками, сколько было разговоров. Мы все, понимаешь, переринтируем. Сами съедим, что не съедим, то Европе отдадим, да. Да, не Европа, никто, яблоки, вот мне мои родные жалуются. Ты знаешь, говорит, у моих братьев, да, там, хозяйство серьезное, солидное, они холодильники построили, они хотели, как бы, работали на благо страны, да. И они говорят, ты знаешь, сколько сейчас машина стоит? 11 тысяч евро. А яблоки их надо провезти и так далее, еще и блокировали их там украинские какие-то ребята на границе с Польшей, чтобы они не везли их в Россию. А они повезут, но сейчас платят сумасшедшие деньги за этот круг. Там круг просто. Круг, да, понимаешь? И они говорят, мы вылетим в трубу, да, мы вылетим в трубу. А еще им дать сейчас цены на электроэнергию, на газ, потому что многие из них стояли перед дилеммой. Или продолжать запитывать этот холодильник, да, или вываливать эти яблоки, не знаю, кому там, да, просто отдать. Европа как-то, да, пытается, но... Ну, понимаешь, ну, давай скажем так, у всех стран свои интересы, как я говорил, да, понимаешь? Если Запад там душит Россию, то это не Запад плохой. У нее свои интересы такие. Все страны, знаете, вот нам внушили этот дурацкий принцип, да, что вот все, все только сидят там вот в Брюсселе и думают, как сделать Молдову процветающей страной, да. Вот они там закусывают в этой вот прекрасной бесплатной столовой, да, где там пудин, кирки вкусные, как-то помню, ел. И сидят и думают, ну вот как мы осчастливить бедных молдаван? Ну, это неправда. Каждая страна должна за себя, как и в жизни, каждый человек строить свои счастья сам. Ну, вот смотри, с этими терактами в Приднестровье Санду выдержала, да, это давление, сделав это внутреннее. Я думаю, да, я думаю, она выдержала, потому что она понимала великолепно, куда мы можем скатиться. То есть, если мы одних назовем, будет возмущение других, будет возмущение. Ты знаешь, не только Санду, напуганы были и в Приднестровье очень сильно, и несколько дней там провел, потому что редакции в Москве, в редакции страшно испугались, что начинается там война, что что-то будет. Все страшно испугались, ждали 8-го, 9-го, да. И там были, помнишь, это самое, что там пошли эти фейки, что там румыны войска ведут, украинцы войска ведут, что Путина будет какой-то бросок там, да, хотя какие там броски, да. Вот, кстати, российские войска были в 60 километрах, ну, где-то в 70 километрах от Приднестровья, когда они вышли на атомную станцию Вознесенск, а потом поняли, что они растянули коммуникации, да, а там идет настоящая такая, как бы, партизанская война, да, там, диверсионные группы и так далее, и они ушли оттуда. Вот, поэтому я говорю, что ничего этого не будет сейчас, но вляпаться в какую-то историю очень можно быстро. Это первое. В другой смысле, ты прекрасно знаешь, что Приднестровья очень сильно завязана, больше, чем на России, завязана на Украину. Их многие интересы, их бизнесы завязаны на Украину. И на Европу в том числе. И на Европу в том числе. А без Молдовы тоже невозможно, потому что юридически обоснованно здесь все сферстят. Это через нашу Молдову в Украину. И в политике, давай скажем так честно, и в Молдавии, и на Украине очень многие политики заинтересованы в существовании Приднестровского такого некого офшора. И в нынешнем, давай вот так, в нынешнем виде. В нынешнем виде, да, потому что очень многие там делают очень хорошие деньги, да. И именно эти деньги, которые, извини меня, не берутся из бюджета или откуда-то, а идут именно вот на эти пиар-проекты, на политические партии, на поддержание власти и так далее. В противном случае бы эти все караваны с товарами из Одессы не охраняли бы и не пропускали бы пограничники, таможенники, МВДшники и так далее, и так далее. Что мы об этом знаем? Спросите нашу миссию ЕС, которую в 2006 году привел Воронин. Много вы там что-то наловили за это время? Ну, смех и грех, да. Вот когда мне говорили, что Приднестровье – это офшор контрабанный, я всегда спрашивал, ребята, они с одной стороны зажаты Украиной, с другой стороны у них никуда не кажется. Что вы делаете, да. Да, с кем они этим занимаются, да, объясните мне рассказы. И тут наступала длительная пауза. Я могу себе представить, что люди, которые финансируют политиков, им говорят, да, можно это закрыть. Вы согласны? А с такой, извини меня, кормушки слазить очень больно. Понимаешь, где деньги брать? Вот. Поэтому я говорю, что… Да, я много раз приводил эту историю с Жаком Аталией. Президент Банка реконструкции и развития, бывший советник президента Миттерана, один из идеологов Европейского Союза, в своей книге «Мировая экономика 50 лет спустя» пишет, что в будущей мировой экономике кочевников, да, где будет все перемещаться и в Китай, и в другие регионы, где дешевая рабочая сила, очень важны будут маленькие офшоры, где все могут обделать свои дела и называют напрямую в Приднестровье. Я прочитал, у меня волосы дыбом стали, думаю, вот, пожалуйста, зачем оно нужно? Жак Аталий написал, а ты не какой-нибудь там… Тем не менее, смотри, сейчас у нас такая подвешенная ситуация с… Давай с электричеством начнем. Электричество мы уже знаем, что Молдова подписала прямые контракты, уже можно не проводить тендеры, можно напрямую подписывать контракты, это тоже как-то все прошло мимо большинства наших журналистов, они не заметили действия правительства, они себе развязали руки. Есть еще одно обязательство, которое взял наше на себя правительство, то, что у нас два поставщика как минимум должно быть. Притом документ, о котором ты говоришь, Европарламент, в нем тоже говорится о том, что минимизируйте поставки с левого берега Днестра. Об этом тоже. Там есть сразу пункт после газа. Тем не менее, ты уже говоришь о том, что слишком близки бизнес-финансовые структуры. Сможет ли Приднестровье удержаться вот в нынешних своих формах? Они существуют, мы прекрасно знаем, за счет поставок электричества. Это большой такой курс в бюджете непризнанного Приднестровья. Ну, а про газ чуть дальше поговорим, без которого они просто что-то сделают? Лена, я всегда говорил то, что недавно сказал в этой студии вице-премьер бывший Кульминский. Надо заниматься Приднестровским урегулированием, иначе вместо нас этим займется кто-то другой. Этим уже там кто-то другой занимается, тебе не кажется? И это точно будет не в наших интересах, понимаешь? Потому что если вы хотите что-то решить в своих интересах, иметь свой интерес, вы должны этим заниматься. Заниматься, а не делать вид, что мы занимаемся. Я был, меня пригласили на прошлой неделе на встречу редакторов СМИ с Красносельским. Мне было интересно. Я вообще хотел с ним пообщаться по поводу вот этих всех, как любой журналист, да? Хотел пообщаться по поводу терактов и так далее, но я понимал, что в тот момент он встречался с Ричаном, и была напряженная ситуация, совещание-завещание, и мне вежливо сказали, что он занят, у него нет возможности. И тут там перезвонили, сказали, слушайте, а вы хотите с ним пообщаться, задать ему свои вопросы? Вот приходите в студию телевидения «Сводного выбора», и там будут три или четыре редактора, и вы сможете. Был я, корреспондент три, а там еще не менее. А вы посмотрите, это интересно. Да, 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 да. И я ему там задал вопрос, да, можно было задавать любые вопросы. Я сказал, Вадим Николаевич, как так получилось, да? Будем говорить, что мы говорим про непризнанное Пренестровье, что нас не уличили, да? Да, 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 да. Я спросил, Вадим Николаевич, как так получилось чудесно, да? Вот приходит власти Майя Санна, говорит, с вами встречаться не будет, да? Это не только критиковали не только на левом берегу, но и на правом берегу многие сказали, как же так. Мирча Иванович Снегур, при котором началась война, и который говорил, что я с этим уйду в могилу, да, он тем не менее, я его за это очень уважаю, он сумел переступить через себя и спас тысячи жизней, да? В подписи это стоит рядышком. Когда подписал, да, подписал и перешел. И у многих кричали, предатель, там, вот он поехал в кредо, но он жизни спас, черт вас бы побери, да, многих из вас бы погнали на фрон. Не этих людей, которые, извините меня, сидели вверху в Кишиневе и заняли после прозвучения мест в банках, в иностранных посольствах, и в компаниях, и в фирмах, и в партнерах, да, прихватизации. А именно вас, крестьянских детей, послали бы, да, убивать, да? И что же вы это самое, за что вы его критикуете? Он правильно сделал, да? Если политик, он свою карьеру, может быть, бросил под ноги, да, вот ради этого. С другой стороны, у него был выбор не начинать все это. Я и дала, оправдывая его, и когда мы сказали, что я с ним не буду встречаться, ну, это, мне кажется, было очень опрометчиво. Я спросил, как же так, вот, сказали, что не будет встречаться, а тут лично Ричана, я говорю, очень рад, что два бывших министра внутренних дел, ясно, что они обсуждали вопросы безопасности, да, и ясно, что они обсуждали многие щебетни. Я спросил, Вадим Григорьевич, а как так получилось, что вот не встречались, не встречались, а тут бах, трах, эти вот, как это, картонные эти теракты, и вы встречаетесь с Ричаном, и сразу решается куча вопросов. Молдова получает еще на месяц газ у Газпрома, молдавская грязь получает контракт, украинцев тогда немножко отодвинули, иногда, да, и молдавский виталургийский решает это. Он, конечно, улыбнулся моему вопросу, я понимал, что он мне на него открыл, он говорит, знаешь, у меня, говорит, осторожный оптимизм по этому поводу, я очень рад, и я считаю, что мы должны встречаться, и чем больше встречаться, тем больше в интересах людей, живущих на двух берегах Днестра, да, если они не будут встречаться, не будут разговаривать, так что же здесь хорошего, да, вот, извините меня, это будет куча проблем, вот, и я считаю, что, в принципе, ты знаешь, вот, меня всегда это удивляло, я вот с простым людям, которые мне говорят, вот, при Днестрове у нас конфликт и так далее, я говорю, слушайте, а конфликт между представителями бизнеса на левом и на правом берегу есть? Ну, ведь давайте не будем говорить, что Гушан и Плохотню были лучшими друзьями. Да и кто-то есть дальше, кто продолжает. И оба контролировали, и оба контролировали ситуацию, были, как бы сказать, люди, которые во многом контролировали ситуацию, один на правом, на другой на левом берегу. Понимаешь? Поэтому я хочу сказать, что нет у них проблем, да, когда нужно решить какие-то вопросы, да, они решают эти вопросы. Хорошо вопрос, смотри, Молдова вполне мирно уживается с Приднестровьем, которое вот существует в нынешнем виде. Надо признать, с 92-го года, слава тебе Господи, ничего не происходит. Слава Богу. Украина тоже достаточно мирно уживалась в Приднестровье, мало того, в 92-м году людей принимали там, то есть сейчас беженцев. Да, в 92-м году даже призлали УНСУ, она воевала. Только с удовольствием, да. В другой стране, да. Мало того, сейчас в Приднестровье много украинских беженцев, тоже никто это не скрывает, людей принимают, помогают. Но есть еще одна сила, которая, ну вот люди, которые к нам постоянно прилетают, насколько им выгодно, что Приднестровье оставалось здесь. Все-таки это, как бы мы ни знали, ни относились к тому, что это, так скажем, российский, как там, форпост, относительно. Да, ну флаги те висят, а вот содержание вопросов. Знаешь, почему флаги висят? Потому что в 92-м году, да, в 92-м году, бойня на берегах Днестра была прекращена благодаря тому, вот этому шагу Снегура, да, мужественным шагом, я сказал бы, и благодаря тому, что вот был такой генерал Александр Левин, да, который не постеснялся, так сказать, показать зубы и сказать, что, ребята, заканчивайте это, да, вот, потому что это была величайшая, я считаю, глупость с нашей стороны, когда там стоял контингент, так сказать, кадрированной российской, так называемой российской армии, которая на 78%, на 70%, 75, по-моему, процентов, лебедь мне показывал в списке, да, на 70% состоял из уроженцев Молдовы. А, ну сейчас еще больше процентов, сейчас 99,9%. Да, сейчас там нет вообще никаких россиян. Потому что невозможно прилететь, да, элементарно. Назовите мне, как туда попадают российские миротворцы? Это ясно, что наши молдавские, принеслевские, помнишь эту историю, когда застрелили парня по пьянке на высоту? Потом выяснилось, что, кажется, застрелив-то его не парень из стула, а из Бендер, бывший милиционер, понимаешь, который ушел служить, потому что там хорошо платят, и он ушел служить в эти миротворческие силы. Валерий, насколько Запад долго позволит Приднестровью существовать? Потому что все равно, знаешь, как это, по лицу встречают, по лицу это пророссийский регион. Понимаешь, в чем проблема? Приднестровцы почему так трепетно относятся к России? Они понимают, что пока там находится. Я прекрасно понимаю, у меня вопросов к народу Приднестровью у меня вообще никаких нет. Очень сложно будет... Западу, насколько долго это будет, насколько долго он должен продолжаться? А здесь, знаешь, у Запада очень сложная ситуация, понимаешь, очень сложная ситуация, ведь Запад тоже не... Разнообразный, да, мы видим, какие там сейчас тоже хотят поддерживать. Мы показываем Запад, 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 а там есть разные страны. В Генгрии вообще своеобразно, как обычно... В Германии и Франции... В Германии и Франции совсем не сходятся интересы в нашем регионе, допустим, с американцами. Да и американцы со скрипом. Ты помнишь эту историю знаменитую? Валера, ответь мне на вопрос, удастся ли Приднестровью хорошо? Или на ближайшее время? Я хочу тебе запомнить эту историю, она к твоему вопросу. Помнишь эту историю, когда один американский посол здесь твердо заявил, что Молдавия – это не Румыния, помнишь? Да? Он просто не знал о том, что... Ну, есть такой слух о том, что когда в Румынии... Я не знаю, правда это или нет, плюс опровергает дипломат. Что когда Румыния договаривалась о расширении у американского военного присутствия, они страшно хотели у них выбить обязательства. Что если вдруг возникнет ситуация объединения, то американцы этому не будут препятствовать. Но это не означает, что на это согласны немцы и в Европейском Союзе, которые очень, так сказать, понимают, куда это может вывести. Понимаешь почему? Да и зрелые политики, с которыми я общался тоже, те именно политики, которые делают реальную политику, а не те, кто бегает по площадям, да? Они понимают, насколько это опасен, этот вариант. Потому что есть очень много вопросов. И Приднестровье, и что делать с Гагаузией, и что делать с Троссельванией, и с Северной Буковиной, и с Южной Буковиной. То есть там завязывается такой клубок. Давай с Западной Молдовой что-то уже будет. Да, да, да. Понимаешь, там завязывается такой клубок, который как бы не вышел, как бы, знаешь, как бы не вспоминали бы уже это самое. И я считаю, что вот этот клубок, который завязывался сейчас на Украине, он может стать таким уроком, да, чтобы, понимаешь? Не лезть сюда уже, уже сложно. Лена, но если Папа Римский, которого тяжело обвинить в любви к России, говорит, а может не надо было лаять НАТО под дверями у русских, понимаешь? Ну Папа Римский говорит, это уже не говорит Путин, да? Слава Богу. Папа Римский не дурак, извините. Понимаешь, то есть, когда я вижу, что украинское руководство через две недели после начала этого конфликта говорит, что мы согласны не вступать в НАТО, и статус, и так далее, и так далее. Один из наших дипломатов молдавских сказал, мне очень мудрые слова, вот был момент, когда нужно было всем вцепиться и сесть за стол переговоров, вот он, от чего можно было танцевать, понимаешь? От всего. Но не захотели. Но не захотели, да, вцепиться, понимаешь? А кто не захотел? Кому это неинтересно? Валер, с газом что будет? Потому что, понятно, что если перекрывают российский газ, и нас обязуют таки, вот Европарламент, все-таки переходить на западный газ, помимо тарифов, ну, в Приднестровье будет сложно. Я даже не знаю, что будет с газом в Германии, потому что в Германии то есть очень мощное лобби есть по газу российскому, и не потому, что они любят русских, да, видели не русских, понимаешь? Да, они просто понимают, нельзя быть конкурентно способна. Молдова же у нас пытается так сильно, наша власть всем понравится, что может сделать... Нет, я согласен с тобой, я согласен с тобой. У меня смотрительные шайки. Понимаешь, вот здесь есть вопрос. Здесь есть вопрос, победит бизнес или политика? Нет, 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 Лен. Ты знаешь, вот по вопросу бизнес или политика, говорят, что если вы считаете, что умрет экономика, так она давно умерла, понимаешь, ее нет. Вот, понимаешь, как бы. А то, что население будет платить за сумасшедшие деньги, за газ, ну, это сегодня нам закрывают глаза, да, что нам компенсируют. Уже нет, с 1 апреля нет, все, забудь. Так, Лен, понимаешь, ну, компенсации-то из нашего кармана идут. Абсолютно. Даже если какой-то Запад дает какие-то деньги, эти деньги... Это те налоги, которые ты платишь, тебе же дать. Надо возвращать и не обязательно возвращать деньгами. Иногда бывает вот такими обещаниями возвращать, что вы откажете от рискового газа, вы не станете конкурентами и так далее, и так далее, понимаешь? Потому что так получается, что если в Германии этого не хотят, то мы должны 100% не хотят. Есть труба, есть газ, есть можно договориться с Газпромом, да? Я, ты знаешь, вот, может, скажу крамульную вещь, у меня не пропадает, так сказать, такое ощущение, что у нашей власти есть прямой контакт и прямой телефон с Кремлем, понимаешь? С кем-то они там говорят. Ну, у меня есть тоже такое ощущение, вот как раз вот после вот этого, это наше внутреннее дело. Да, с кем-то они всегда говорят, понимаешь? Обсуждать какие-то вещи, потому что состыковать молдавскую грязь с Газпромом и так далее, и так далее, я понимаю, что это интересная вещь, вопрос, конечно, интересный. Каждый, у кого есть мозги, он додумается, что это не просто так сложилось, как бы кубик-рубик не сложился в один день, понимаешь? А он сложился. И мы видим сейчас, что Рыбинский металлургический завод опять заработал, смогли договориться. Ну, я же тебе говорю, что все сложилось в один день, и карта легла в один день, и вот так трес, и флэш, да? Да, как так получилось? И вот Казасельский мне с улыбкой ответил, у меня есть осторожный оптимизм, да? Ну, слава Богу, дай Бог, оптимизм и его, и Майя Санду, и других, когда Майя Санда говорит, что нельзя, не надо беспокоиться, что безопасность будет соблюдена. Это очень правильно, меня это тоже очень сильно, как бы, обнадеживает, да, что у нас нет, слава Богу, власти, людей, которых, как бы, знаешь, как бы, вот, ну, что я наблюдал в 92-м году, знаешь, как бы, это, как их Уазуан Антой называл, очень остроумный наш Уазуан Антой, фашисты-романтик. Короче, они и по умозрению фашисты, но в то же время они такие романтики, что если им показать, там, крова не рассказывали, что, когда привезли наших парламентариев на настоящее поле боя, они увидели конечности, висящие, да, многим стало плохо, понимаешь, начали рвать и так далее, и так далее, и так далее. Потому что одно дело – принимать решение в кабинете, уютно запивая это чаем с лимоном, а другое дело – это вот сидеть в окопе, да, и увидеть все это дело. Ну, в общем, мы с тобой приходим к поводу, что чем активнее и успешнее будут дела у преднестровского бизнеса, тем спокойнее будет энергетический вопрос у республики Молдова. – Лен, ну, понимаешь, молдавскую… – Это хорошо. – Это хорошо, но и с другой стороны, давай говорить, молдавский металлургический строил не только Приднестровье и Молдавскую обрезку. – Да, мы все строили, да. – Все строили, все, кто живут на левом, на правом берегу, это такое же, она не случайно называется «Молдавский металлургический», «Молдавская гресс». – Когда я пишу на ТАСС эти новости, да, что Молдавская гресса, они… Подожди, подожди, так это Молдавская гресса или это Приднестровье? – Исторически Молдавская гресса. – Она находится в Приднестровье, называется Молдавской, а принадлежит Интеррау ЕС России, да, которая загоняет туда, извини меня, благодаря которым она может получать, скажем так, тоже какие-то преференции в этом самом, в снабжении топливом, да. Поэтому мы должны этим пользоваться, почему бы и нет, да. Нас никто же не заставляет, извините меня, завтра здесь, ну, не знаю, у наших есть ненормальных и некоторых людей, что там кто-то хочет здесь сделать Бесравскую губернию, там, или Молдавскую СССР вернуть. Ну, мы, чтобы прекрасно понимаем, что дважды в одну реку войти никому не удалось. – Абсолютно нет. – Никто никогда не будет возвращаться. – Историю не нужно забывать, но нужно, кстати, изучать ее уроки, которых там столько было. – Советский Союз не повторится, не надо думать об этом. Мы вступили в другое совершенно время. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас здесь ничего плохого не случилось. – Ну, слава тебе, Господи, что у меня такое ощущение? – Не нужно нам, не нужно нам это. – Власть тоже это понимает. – Нет, нас дергают, нас, конечно, дергают. Есть за пределами нашей страны, а может, и некоторые политические силы внутри страны, но они, я думаю, немногочисленные, которые желали бы что-то раскачать. – Понимаешь? – Но люди, основная масса этого не хочет, и власть это понимает. И поэтому она себя правильно ведет по отношению к кризису. – Но есть давление. – И, кстати, об этом надо говорить, потому что я уже сколько раз говорила о том, что они слышат, это люди соцсетей, они видят результат, они видят резонанс, реагируют. – Ну, я бы хотел сказать, что вот по поводу блеклости этих провокаций против бессмертного полка, ты понимаешь? – Могли больше сделать. – Да если бы не было какого-то запрета через силовые структуры и так далее, я думаю, что можно было устроить такое шоу, да, и драки были бы, и так далее бы выставили. – И это тебе, да, не из РПГ, пустой кабинет. – Ну, и с другой стороны, давай же 100 человек оштрафуем, покажем принципиальности. – И нашим, и вашим. – У меня к тебе будет просьба и приглашение, когда будет поближе уже к обсуждению закона о цензуре, как мы его называем, журналисты. Много вопросов у нас появилось, и по поводу сейчас вот тоже еще одно очередное, по поводу ответа властей на официальный запрос. Мы тоже встретимся, поговорим, потому что пока беседа был содержательный, спасибо большое, но не все темы осветили. Изменяю обыкновению последних месяцев и возвращаюсь к обзорам событий зарубежья. Новости уже не только о боевых действиях на Украине, так что есть о чем рассказать. Впрочем, так или иначе, это оголоски того, что происходит в соседней стране и изменения мироустройства политического и экономического. Это сообщающиеся сосуды. В них можно найти не только последствия, но и узреть причины происходящего. Наблюдаем и изучаем в следующем материале. Уже 20 европейских компаний открыли в «Газпромбанке» счета для покупки российского газа, пишет агентство «Блумберг». Еще 14 просят необходимые для их открытия документы, центирует агентство слова своего источника. В ответ на санкции Запада с 1 апреля Россия принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в «Газпромбанке» специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанные в контракте. Банк продаст эту валюту на «Мосбирже» и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком «Газпромом». В конце апреля «Газпром» остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях. Дистанционная передача данных о ядерных гарантиях с Чернобыльской атомной электростанции на Украине в штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии восстановлена полностью, впервые после двухмесячного перерыва. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Это стало результатом развертывания новых каналов передачи данных на основе спутниковых технологий и других технических работ, проведенных МАГАТЭ после визита инспекторов и техников на Чернобыльскую АЭС в конце апреля. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной из-за присутствия на площадке российских сил и персонала «Росатома», считает Гросси. В МАГАТЭ предложили совершить визит на Запорожскую АЭС с участием инспекторов по гарантиям и экспертов по ядерной безопасности. Гросси в конце апреля совершил второй за два месяца визит на Украину. Он посетил Чернобыльскую атомную электростанцию, возглавив миссию экспертов МАГАТЭ для доставки технического оборудования, проведения измерений уровня радиации и восстановления системы мониторинга ядерных гарантий. В Чернобыльскую АЭС российские военные удерживали в течение пяти недель до их выхода с этого объекта 31 марта. Цель миссии МАГАТЭ на Украине – предотвращение угрозы ядерного инцидента из-за военных действий. Угроза распространения радиации на Украине в настоящее время не зафиксирована, передает агентство. Великобритания окажет любую помощь вплоть до военной Швеции и Финляндии, если они подвергнутся агрессии третьей страны. Об этом говорится в двух совместных декларациях, которые были подписаны британским премьером в Стокгольме и затем в Хельсинки. Швеция и Финляндия рассматривают возможность вступления в НАТО. Генсек этого альянса может обнародовать приглашение Финляндии и Швеции вступить в альянс уже на саммите в Мадриде в конце июня, ввиду высокой готовности к вступлению этих стран. Об этом сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран Брюсселя. Он подчеркнул, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО по ускоренной процедуре, пропустив предварительную фазу получения и выполнения плана действий для членства, ввиду высокой готовности к вступлению со стороны этих стран. Финляндия и Швеция в течение трех десятилетий являются главными партнерами альянса и приглашаются на министерские встречи НАТО. Обе страны являются образцовыми рыночными демократиями с низким уровнем коррупции. Их вооруженные силы максимально приближены к стандартам НАТО. Оперативно-тактическая совместимость вооруженных сил максимально отработана на регулярных совместных учениях. Кроме того, Финляндия уже довела свой оборонный бюджет до необходимых в НАТО 2% ВВП, подчеркнул дипломат. Стандартная процедура приема в НАТО четко прописана и состоит из нескольких этапов. Сначала государство, стремящиеся в альянс, подает заявку на прием. Североатлантический совет на уровне министр финансов иностранных дел 30 стран НАТО рассматривает ее. В случае одобрения страна получает официальный статус кандидата. После этого начинаются переговоры об определении точных условий вступления. Согласовываются военные и гражданские реформы, необходимые, чтобы привести страну и армию в полное соответствие с требованиями НАТО. Они также определяют будущий взнос этой страны в бюджет альянса и синхронизируют работу службы безопасности и разведки кандидата с аналогичными службами стран НАТО. После этого страна направляет в НАТО письмо о намерениях, включающие подробную программу с указанием сроков к выполнению всех согласованных на переговорах требований. Причем ее окончательное выполнение может произойти уже, когда страна станет членом НАТО. Далее Альянс подготавливает протокол о вступлении, который подписывает и ратифицирует все государства Альянса. Затем обычно на саммите НАТО генсек Альянса выступает с официальным приглашением кандидату присоединиться к НАТО. Процесс приема завершается после передачи всех документов о вступлении в НАТО США, которые являются депозитарием базового Вашингтонского договора Альянса. После этого государство становится членом НАТО. Власти КНДР сообщили о первых в стране случаях заражения коронавирусом. Заражения вариантом омикрон были обнаружены в Пхеньяне. После этого во всей стране был введен режим максимально чрезвычайной ситуации и объявлен локдаун. Сколько именно людей заразилось, не сообщается. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал подчиненным остановить распространение вируса и пообещал, что страна преодолеет кризис, который, по его словам, возник неожиданно. В качестве превентивной меры выбрано блокирование регионов со случаями заражения. Ким Чен Ын также приказал усилить контроль на границах страны. Ранее власти КНДР утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По их словам, не допустить проникновение вируса в страны помогло, в частности, полное закрытие границ. Какие еще меры действовали в КНДР, неизвестно. Пхеньян в свое время отказался от поставок вакцинации в рамках международного механизма КОВАКС, и препараты были распределены между другими странами. Это все, что успела рассказать сегодня. Встретимся через неделю здесь, на НТВ Молдова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова